Здравствуйте, меня зовут Максим Васильев, это программа «Городские встречи». Программа спортивных мероприятий довольно насыщена, и мероприятий этих хватает для всех любителей спорта. О том, что было и о том, что будет, поговорим сегодня с начальником управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кириллом Сосуновым. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Итак, давайте вначале оглянемся на прошлый год. С какими результатами закончило его спорту управление? Давайте, наверное, сейчас общую небольшую информацию я представлю, чтобы было понимание. На территории города Рязани у нас работает 12 спортивных учреждений, муниципальных спортивных учреждений. Пять из которых – это спортивная школа Олимпийского резерва, шесть – это спортивные школы и один спортивный комплекс. Нашими спортсменами в том году были завоеваны большое количество медалей. То есть, если брать цифру, то это порядка 500 медалей, наши спортсмены завоевали за 2022 год. И по сравнению с 2021 годом количество медалей увеличилось на 25%. С чем связываете это? Наверное, это после пандемийный год стали проводиться соревнования, наши спортсмены стали выезжать, стали выступать. И между тем, даже учитывая санкции в области спорта, наши спортсмены завоевали в том году порядка 48 медалей на международных турнирах. В 2021 году количество медалей было всего 26. То есть, фактически вдвое увеличили количество завоеванных медалей на международных соревнованиях. Но между тем, хотелось бы еще отметить такой важный момент, что 62 спортсмена муниципальных спортивных школ, я имею в виду именно муниципальных спортивных школ, являются членами сборной команды России по различным видам спорта. Здесь тоже есть небольшой прирост, мы будем дальше двигаться в этом направлении, но это говорит о том, что система работает. По количеству, опять же, есть, как сказать, сухие цифры, статистики, выполнение разрядов спортивных и званий. То у нас выполнено порядка 2000 спортивных разрядов и званий. Из них в 2022 году у нас было присвоено 13 званий мастеров спорта и 5 званий мастеров спорта международного класса. Между тем, проведено на территории города более 250 мероприятий. Ну, это уже, я говорю, для жителей спортивных и физкультурно-оздоровительных. Из них, наверное, 58 мероприятий – это было фестиваль сдачи норм ГТО. То есть, физкультурно-спортивный комплекс испытания ГТО, в котором приняли участие порядка 1600 человек. И более 70% получили знаки отличия испытания ГТО. То есть, это получились золотые, серебряные, соответственно, и бронзовые знаки отличия. А насколько эта практика понравилась вам? Будет ли она продолжаться дальше? Нет, ну, безусловно, это государственная политика. То есть, в фестивале ГТО есть множество ступеней для различных категорий граждан. То есть, есть свои интермотивы и выполнение той или иной ступени ГТО. Что хотелось бы ещё отметить? То, что востребованные мероприятия, которые проводились, это именно с жителями города Рязани, которые полюбились им. Но это, как правило, наверное, различные литератические забеги, приуроченные к датам или к праздникам. То есть, это Международный день детей, день учителя, день медицинского работника. То есть, всё вот это в полной мере вызывает очень интерес у наших жителей. Это очень здорово. Опять же, хотелось бы отметить, что, наверное, ведётся плановая работа и говорит о том, что она ведётся в правильном управлении. Это увеличение числа команд, участниц в спартакиаде трудовых коллективов, так называемых спартакиад трудящихся. То есть, с каждым годом количество коллективов увеличивается. Соответственно, говорит о том, что ведётся работа в спортивных клубах, при предприятиях, при учреждениях. А количество видов спорта будет увеличиваться? Количество видов спорта мы регулярно собираем в совещании, обсуждаем те или иные виды спорта, где-то вносим коррективы, понимаем, что какие-то уже не особо востребованы, какие-то, наоборот, так сказать, модные виды. И, соответственно, мы их вносим в перечень тех мероприятий, которые будут пройти в рамках спартакиады. Модные – это какие? Стритбол? Стрельба и дартс. Опять же, сейчас от классического баскетбола перешли к стритболу, например. То есть, эти виды более востребованные, динамичные, они зрелищные, они интересные. И отклик получают? Безусловно, безусловно. Также мы говорим о том, что всероссийские кросснации также привлекают жителей нашего города. Много народа выходит, принимает участие в этом забеге традиционном. Очень хорошее мероприятие. Где-то начинается у нас, наверное, в сентябре также в преддверии кросснации. Это соборная верста. Это мероприятие проходит в Кремлевском парке. В 1922 году большое количество школьников, студентов, любителей лёгкой атлетики приняло участие. Их было более тысячи человек. Более тысячи человек. Ну и также хочу отметить, что в сентябре месяце, туда впервые в городе прошёл фестиваль адаптивных видов спорта. В рамках этого фестиваля он проводился в рамках открытых дверей. Направили на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья приходили к нам, знакомились с видами спорта, представленными в наших муниципальных учреждениях, приходили и занимались. Мы считаем, что это один из важных аспектов нашей работы. У нас в школах очень много представлено видов спорта для детей с особенностями здоровья. Это и лёгкая атлетика, и теннис, и теннис на колясках, и плавание, и боча. То есть всё это есть у нас в наших учреждениях. Ну и безусловно, у них есть высокие результаты. Два заслуженных мастера спорта, два мастера спорта международного класса. Ну и если уж говорить в общем, то порядка трёхсот людей с ограниченными возможностями здоровья занимаются в наших спортивных школах. Это хорошие результаты. А давайте мы всё-таки поставим на этом точку и заглянем немного в будущее. Некий календарь событий на этот год, он уже составлен? Какие мероприятия ждут рязанцев? Ну, наверное, предусвещая события, то есть ждёт большое количество спортивных мероприятий, в которых жители нашего города могут принять участие, поучаствовать, посмотреть. Я думаю, что это будет весной, летом, теми, которые будут проходить в городе, это будет праздник спорта. Надеюсь, что людям это понравится. Но начнём, наверное, мы говорить о том, что уже буквально в этом месяце, с 31 марта на территории парка будет проведён костюмированный критический забег, приуроченный к 1 апреля, к Дню Смеха. Он традиционно проводится, он очень нравится жителям нашего города. Для того, чтобы принять участие, достаточно принести медицинскую справку с учреждением об отсутствии противопоказаний по здоровью для участия в данном мероприятии. Следующее, наверное, одним из крупных таких и знаковых мероприятий, это будет эстафета, приуроченная к Дню Победы. Она начинается с возложения цветов мемориального парка, потому что мы считаем, что это неотъемлемая часть патриотического воспитания нашего поколения. Затем обучающиеся в общевроводительных школах, студенты, СУЗов, ВУЗов принимают участие в этой эстафете и определяется победитель. Также в летний период, с июня месяца, стартует проект нашего управления по физическому культуре и массовому спорту, который называется «Спортивные выходные». То есть с июня по сентябрь любой житель города Рязани может принять участие в этих мероприятиях. Они проходят в субботу и воскресенье на территории парка с 8.30 и до 14.00. Лесопарк, да и вы видите? Не только лесопарк. И лесопарк, и Центральный парк культуры и отдыха, и парк Гагарина. То есть во всех практически репетиционных зонах проводятся эти мероприятия. То есть проводятся с участием фитнес-инструкторов, с участием наших тренеров спортивных школ. Это и кроссфит, это и мастер-классы, и по бегу, и по скандинавской ходьбе, и множество различных, и занятий с детьми, и танцевальные занятия с детьми. И также можно там пройти, затем протестировать свое состояние своего здоровья, функционал своего здоровья. Я думаю, что это очень важно. Тем не менее, опять же, есть сейчас у нас, сами вы знаете, что у нас сейчас идет тенденция к цифровизации. И безусловно, мы не можем остаться в стране. Соответственно, мы в том году разработали и ввели комплекс упражнений, которые мы зашили в QR-коды, размещали их на парковых скамейках. Это любопытно, да. И уличных тренажерах, где каждый, любой желающий, мог подойти, достать смартфон, считать QR-код, соответственно, перейти по ссылке на сайт нашего управления, там, где размещены те видео тренировки, видео упражнения, которые можно делать, соответственно, подручными способами. То есть, ну, либо парковые скамейки, все. Там, где инструктор рассказывал о том, как правильно выполнять упражнение, на что оно ориентировано, какие мышцы задействованы. Я считаю, что это очень хороший посыл. И в этом году мы его будем, соответственно, дальше продлевать. То есть, сейчас с наступлением хорошей погоды, сейчас сойдет снег, и мы эту практику опять вновь возобновим. Это такие интерактивные мастер-классы, получается, да? Да. Ну, получается, да. То есть, вы подошли, вот скамейку видите QR-код, навели, и у вас ряд упражнений. Какие вы хотите, вы можете просто выбрать. Соответственно, как видеоурок с инструктором, фактически, не посещая фитнес-зала, вы получаете определенную услугу. Ну, и, соответственно, это вот то, что прямо в ближайшее время. Соответственно, совместно с Министерством физической культуры и спорта Рязанской области 4 июня запланировано мероприятие федерального уровня. Это забег РФ, который пройдет по улицам города Рязани. По маршруту мы сейчас определяемся. Будет ряд различных дистанций. Ну, и, наверное, самая основная, самая такая сложная – это полумарафон 21,1 километра. Вот, поэтому ждем, ждем наших жителей на все наши мероприятия. Приходите, принимайте участие, занимайтесь спортом. Да, это очень важная вещь. Активность населения, она должна вырасти, чтобы ваши мероприятия наполнились и смехом, и улыбками, и силой, и сноровкой, и всеми качествами спортсмена. Есть ли какое-то пожелание для жителей Рязани? Ну, безусловно, мы все с вами прекрасно понимаем, что физические упражнения и спорт, они укрепляют наши мышцы, повышают иммунитет, а в условиях сегодняшней жизни и стрессовой ситуации, они просто помогают нам с ними бороться. Поэтому приходите, занимайтесь спортом, любите спорт, укрепляйте свое здоровье. Спасибо. Я напомню, что о том, какие мероприятия будут в этом году в Рязани, мы говорили с начальником управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, Кириллом Сосоновым. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы с вами еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова